12-й Платоновский фестиваль искусств Такой продолжительности, да, большой, что все-таки два культурных месяца у нас впереди. Что еще будет эдакого? Ну, на самом деле, не только он растянется и по длительности, еще чуть-чуть сменится формат. Потому как мы не можем два месяца, так сказать, фестивалить на полную катушку, поэтому мы приняли совместное решение в офисе, ориентируясь на опытах коллег, на Чеховский фестиваль, который тоже идет длительное время. И мы решили, что первая часть, первые две недели традиционно будут насыщенными, будут и книжная ярмарка, будут и выставки, а дальше у нас будет несколько событий выходного дня, которые будут и театр, и музыка, и, возможно, на открытых площадках, это летом. В этом, на самом деле, главная фишка именно летней части фестиваля. У нас огромное количество мероприятий на открытом воздухе. Это и Белый колодец, и Рамонь, и наш новый проект на песке, на насыпи. Чернавской набережной. Это очень здорово, на самом деле. Мне кажется, это очень адаптивно, потому что все равно в будни мы, тем не менее, работаем. Несмотря на то, что летний сезон, кто не уехал из города, тот работает. И совмещать это достаточно сложно. Когда это все-таки распределено вот так, это интересно. Расскажи, пожалуйста, про участников, про их количество. Потому что я прочитала, что это будут артисты аж из 16 стран. И что там интересного ожидается? Пока что да, артисты из 16 стран, но нас никто не ограничивает в этом. Возможно, мы добавим еще. В 17-ю? В 17-ю или в 18-ю. Потому что программа осенней части фестиваля, которая по большей части пройдет на закрытых площадках, то есть концертных залах, театрах, возможно, их будет и больше. Порядка, не могу точно сказать, но более 500 участников приедут к нам из 16 стран. Обалдеть! Это замечательно! Бесплатная программа всегда особенно актуальна и любима зрителями. Расскажи, пожалуйста, что здесь будет? Ну, самое главное бесплатное мероприятие, которое у нас пройдет, как мне кажется, это достойная замена театральному параду, который у нас все время был в День России, по Распекте Революции, иногда на улице Кирова. Это будет фестиваль уличных театров, который будет проходить в одном из парков города на протяжении двух дней. То есть мы соберем там порядка 13-14 театров уличных и согласно своему расписанию с утра до ночи они будут показывать свое представление. И вход, естественно, туда будет бесплатным. Так же, как и на нашу книжную ярмарку, так же, как и на проект, который у нас будет в начале фестиваля, 2-го числа на Советской площади там турок будет показывать искусство дервиш. Это что за искусство такое интересное? Это такой интересный национальный танец, основанный на кручении. Я поняла. Почему он крутится? Он крутится и крутится и крутится. Это очень интересно на самом деле и зрелищно. И сразу, когда ты рассказываешь, картинки в голове уже рисуются этих замечательных мероприятий. Мне интересна немножко кухня, потому что фестиваль все-таки проходит уже не в первый раз. Уже публика любит и ждет. И тем не менее с ожиданием относится к мероприятию. И мне кажется, для организаторов в этом есть своя сложность. Потому что каждый следующий год нужно быть интереснее, ярче, масштабнее желательно, чем предыдущие. Расскажи, пожалуйста, как вы с этим справляетесь? Да, главная наша задача не разочаровать нашего постоянного зрителя. К нам приезжают не только из Воронежа, но и из области, из Москвы, из Петербурга. Потому как те самые наши иностранные участники, много премьер, которые премьеры в России, которые никогда у нас не были. И первое место в России, в котором куда они приехали, это наш дорогой Воронеж. Мы стараемся каждый год добавлять что-то новое. Придумывать какой-нибудь интересный проект. Или добавлять в старый какую-нибудь новую изюминку. чтобы поддерживать, так сказать, ну, несмотря на то, что достаточно высокую планку фестиваля, сложно, но мы стараемся. Мы стараемся каждый год. Вот, например, в этом году проект «На песке». Мы поняли, что у нас достаточно много концертов в концертных залах, филармонической, симфонической музыке. И мы подумали, что для молодежи тоже неплохо было бы устроить какой-нибудь праздник. Поэтому мы запланировали этот наш трехдневный фестиваль современных молодежных групп. Каждый день будет от двух до трех групп из разных регионов России, из Москвы, из Дагестана, из Санкт-Петербурга, из Карачаева, Черкесии. В общем, там такой... Микс интересный вообще. Лай-нап и микс неплохой. Но они не суперизвестные, то есть они не крутятся на музыкальных каналах, но музыка достаточно интересная, своеобразная и очень такая... Атмосферная. Атмосферная, да. Эти все новшества и эти изюминки вы привносите, исходя из собственной аналитики? То есть прошел фестиваль, собрали планерку, обсудили, что было хорошо, что было не очень где есть чего-то добавить? Или ориентируясь на опыт других подобных фестивалей? Каким образом это приходит? Или вот вы сидите и чувствуете, что мне не хватило, например, драйва какого-то, или мне не хватило open air на открытом пространстве? Как это происходит чаще всего? Или рационально? Чаще всего это происходит так, что у нас новый фестиваль, нам надо что-то придумать. И мы вместе садимся и придумываем. Да, конечно, на планерках мы разбираем, какие места были там проблемными, где надо чуть-чуть подтянуть, но именно новый проект рождается исключительно благодаря нашей фантазии. Ну, то есть, мне кажется, в этом и кайф вашей работы заключается. Да, да. Это очень здорово. И артиста вы тоже самостоятельно подбираете? Да, конечно. Где кто-то что-то увидел, услышал, знает, что это действительно интересное выступление. Конечно. Нет, ну, что касается музыкантов, естественно, мы слушаем все их записи, смотрим их клипы, смотрим их в другие выступления на открытых площадках. А что касается театров, то либо мы смотрим их на видео, если они там труднодоступны, например, там Аргентина, Индия, куда так легко не слетаешь, либо смотрим вот наши российские театры, мы ездим и смотрим их вживую. Это обязательно должны быть каждый год новые участники или те, кто уже участвовал в Познавском фестивале, могут повторить этот опыт? Ну, я думаю, разумеется, одинаковый спектакль несколько раз мы привозить не будем, но что касается театров, то да, они у нас повторяются, конечно. Вот, например, такое ключевое театральное событие летнего сезона, это спектакль из Большого драматического театра Минтовстоногова «Материнское сердце». Это такой достаточно эпический проект и эпический спектакль художественного руководителя этого театра Андрея Могучева. Ну, на мой взгляд, такой сложности проекта еще не было на Платонском фестивале. Топ-3 мероприятий, событий, на которые обязательно нужно попасть в рамках Платонского фестиваля, по твоему личному мнению? Вот куда ты, если бы ты не работал на Платонском фестивале, был бы зрителем, куда бы ты обязательно пошел в 23-м году? Ну, сложно говорить о топ-3, потому как мне нравятся практически все мероприятия, которые мы запланировали, по крайней мере, на лето. Но я бы точно не пропустил бы тот спектакль, о котором я сказал, «Материнское сердце». Если у меня будет возможность, я посмотрю его даже во второй раз. не пропустил бы новый проект на песке, потому что это достаточно интересно, и если он приживется, то, возможно, мы повторим его, если у нас будет такая возможность, если останется эта площадка, если... Ну, либо найдем другое место с тем же самым форматом. Ну, и первое мое предприятие, которое я посетил на Платонском фестивале в 2011 году, это был концерт во дворе замка княгини Альденбургской, поэтому, наверное, он всегда в моем топ, и у нас в этом году, 4 июня, там будет вечер Астропьяцова, квинтета Астропьяцова из Аргентины. Это будет интересная, очень такая своеобразная, хорошая музыка. Замечательно. Просто даже говоря об этом, расплываешься в улыбки и погружаешься в эту атмосферу, она тебя окутывает, от этой атмосферы искусства, на самом деле благости и вот этого вот кайфа, который потом еще с тобой остается. Спасибо большое, Илья, за сегодняшний визит. Я надеюсь, что все будет хорошо, все пройдет без сучка, без задоринки, и наш регион сможет по полной мере насладиться Платонским фестивалем искусства. Спасибо большое. Напомню, в студии был Илья Скрипников, исполняющий обязанности директора Платонского фестиваля. Утренний эфир продолжается.